МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси распочался тыдень лесу. Як чекается на Гомельщине уделу гэтай доброчинной экологичной акции прымуць не менш як 10 тысяч человек. Гэта прикладна на 10% большим було летось. У лес выехал и наш корреспондент Олег Синцерову. От Гомеля до участка у Долголецком леснице, где разгорнулись масштабные работы по отновлению лесу, больше 50 километров. Правда, сами удельники акции на такую отлеглость не скарзятся. Працевать, кажуть, не обходно там, где у Допомозии есть наибольшая значная потребность. До того же для экологов удел у тыдней лесу. Уплывны ступени и прессийный обвязок. Один из элементов наведения порядка на земле и в рамках проведения глобальной экологической акции «Обустроим малую родину» – это тоже, как говорится, и посадка, значит, закладка деревьев. Это тоже наш профиль. Первоважная большинство площадь, где селита планируется посадить лес в территории, яке были пошкоджены караедом, только в этом году уже высечено около 7 тысяч гектаров. У областных лесоспадающих обеднаний не выключают, что это не кончатковая личба, а теперь бородьба с караедом будет больше масштабной. Будет установлен феромонный мониторинг, значит, вывешены ловушки для того, чтобы нам смотреть, какая же численность жука у нас находится на том или другом участке леса. Сказать, что сегодня усыхание остановится полностью, мы такого сказать не можем. Усыхание мы прогнозируем, что оно будет продолжаться, но мы думаем, что этот год станет переломным. Работники областной прокуратуры постоянные уделники тыдня лесу, хоть только к этой акции интерес правооховников до лесной господарки не обмежевывается, подчас невеликого перепынку прокурор Гомельской области Виктор Морозов огучивает некоторые факты правопорушений, которые выявлены в опочный час. У нас есть факты, когда частные структуры, которые занимаются заготовкой леса, пытались вывезти леса больше, чем было указано в накладных. Но, к сожалению, у нас Мозерский лесхоз отличился в кавычках тем, что отправляя лес за пределы республики Беларусь, вот, пошел, должностные лица этого лесхоза пошли на соблазны, поддались соблазнам и за получение взяток отгружали леса больше, чем указано было товаро-транспортных накладных и лучшего качества. Они сегодня под стражей. Разум с представниками организации активное удело у тыдня лесу принимают и сами работники лесной господарки, у тымнику администрационный аппарат. Сегодня разум с родными у лес приехал и в учень 4-го класса Максим Дексярик. Меж Косово, за помогу якого проводится посадка саджанцев, ему, сразумело, никто не дает, али до помогу доросам хлопчик оказывая. По великим рахункам, это еще и приклад реального працованного выхования. Мы приехали в 8 утра сюда и уже начали работать. Я люблю садить деревья, уже не первый раз помогаю и очень часто хочу помогать. Основный посадочный материал на тыдне лесу саджанцы сосны и берозы такие измеченные лесы больше устойливые до хвороб и нашестия шкодников. У речте задача акции не только посадить древы, али и вырастить их. Не депрасс 25 год, ось сакога саджанца вырастут ось такие берозы. Некто будет нарктовать тут сок, нехто сбирать грибы. И аж чепрасс 30 годзе древы станут каштонны сыровины для альчинной промысловости. Да помогчи лесникам вырастить новый лес. Гэтую задачу сегодня выращали и супрацовники управления Державного комитета судовых экспертов с Пагубцкой в области. Зона их отказности, участок лесу у Грабовском леснистве. Криминалисты, які у первоважной большинности не мают навыков такой работы, со своей задачей тем не менее справляются новодатно. Помощь Государственного комитета судебных экспертиз очень-очень кстати. Планируем за этот день закончить посадку на данном участке. И лет через 10-15 здесь будет шикарный лес сосновый, кленовый и березовый. В Житковицком районе в тестовом режиме наладжены рух парома «Праспрыпять». Переправа працуя параллельно с 9-шим понтонным мостом. В ближайший час будет складен и постоянный график руху. Паром до уже неу 70 метров и грузоподымальностью у тысячу тонн за один рейс может переправить 39 пассажиров, а так само до 5 грузовых и 25 легковых автомобилей. График работы будет складен с уликами интенсивности руху людей и техники «Праспераправу». На первом этапе плануется выкаристовывать паром для переправки прозраку великогрузов. Люди и легковые автомобили рухаются «Праспонтонный мост». В среднем за сутки «Прыпять» переходит свыше 1200 человек. Зараз параллельно с подрыхтовкой пляцовок для демонтажу аварийных участков пошкодженного моста ведутся работы по змене речища «Прыпяти». Рух судов по новым водным маршруте плануется открыть после 20-го «Красовика». Работы по восстановлению моста ведутся согласно графику. Сбоев никаких не наблюдается и нет. «Понтонные переправы» работают в круглосуточном режиме. Тоже проблем по ней абсолютно никаких не возникает. Движение по парому осуществляется со вчерашнего утра. В основном движение будет происходить грузового транспорта. Движение для людей возможно оперативно по понтонному мосту. Паром работает в тестовом режиме. Расписание будет сформировано в ближайшие дни и доведено через средства массовой информации. В ближайший час в каждом районе Гомельской области створят комиссии, специалисты, яких будут саденичать грамадянам у працу лоткованни. Им ответена ключевая роль в выполнении норм декрета номер один. В ответственности с документом процессдольные непрацующие грамадяне не будут уплачивать сбор на финансование держа сходов. Разом с тем, с первого студента они станут погашать кошт послуг, которые субсидируются державой в полном объеме. Базу незанятых у экономицы людей сформируют все лето до первого снежня. До речи, областные советы депутатов смогут додатково накеровывать сродки мясовых бюджетов на проведение мероприемств у сферы занятости насильства на территориях с напруженной ситуацией на рынку працы. В настоящее время во всех районах сейчас создаются эти комиссии, которые, как правило, будут возглавлять председатель городского либо районного совета депутатов. В эту комиссию будут входить депутаты всех уровней, специалисты различных служб, а также юристы. Полномочия у этой комиссии широкие, но в то же время главная их цель работы в первую очередь это трудоустройство граждан. Речь идет о трудоустройстве как на имеющиеся рабочие места, так и на вновь создаваемые. Совет министра вызначил парадок отнесения процоздольных грамадзян до незанятых у экономицы. Гэта инвалиды, матья, ке выховывают дятей до 7 годов, неполнолетнего дитя инвалиды, троих и больше дятей до 18 годов, пенсионеры, оформленные у якости беспрацованных, а так само ты, кто позбавился работы по уважливых причинах на протягу полгода с даты звольнения и некоторые иншие категории. Гомельчане написали тотальную диктовку яямэта, да помогчай удельникам не только проверить свои веды по русской мове, а лей повысить узровень властной письменности. Наши корреспонденты наведали одну спляцово, где пройшла адукацинная акция. Гомельский государственный университет, филологический факультет. Именно здесь размещена одна из площадок, где проводится акция. В этом году она прошла в 76 странах мира. Тотальный диктант писали даже космонавты и полярники. Участие в добровольной образовательной акции смогли принять все желающие проверить свое знание русского языка. Тех, кто хочет знать русский язык, приходит к нам на филологический факультет и добивается желаемого. Вот то, что я могу сказать. И сегодняшняя акция «Тотальный диктант» тоже говорит о том, что не только у студентов, у филологов, но и у людей, отношения напрямую не имеющих филологии, очень большой интерес к русскому языку. В этом году «Тотальный диктант» писали в 15-й раз, хотя непосредственно гомельчане к акции присоединились всего три года назад. В аудитории люди самых разных профессий и возрастов. Самому младшему участнику Виктории Бочаровой всего 10 лет. Говорит, что специально к участию в диктанте не готовилась. В конце концов, это не экзамен. Я и в прошлом году не готовилась, и в этом не готовилась. Просто узнать свои знания. В прошлом году мне очень понравилось, как это было все. Полученная оценка – личный результат, не подлежащий разглашению. Итоги акции станут известны через несколько дней. Причем победители получат сертификаты отличника и призы. Правда, для этого еще необходимо написать текст без ошибок. На этот раз им стал отрывок из уже написанного, но еще не опубликованного романа под названием «Дети мои» российской писательницы Гюзель Яхиной. Для учителя белорусского языка Майи Голицкой из Будокошелевского района этот диктант – возможность подтвердить свой профессиональный уровень. Тот факт, что пишется он на русском, ее не смущает. У нас два государственных языка, и хорошо знать нужно каждый. Я уже третий раз принимаю участие в этой акции. Мне это очень нравится, во-первых. Во-вторых, это очень хороший способ проверить, чего ты стоишь как учитель и на что ты способен. У Минску назвали имены переможцев конкурсу «100 идей для Беларуси». Одну з узнагарода тримал Эдуард Туманский, студент факультета физики и информационных технологий Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. Его проект «Разумный дом» признанный лепшим у номинации информационно-коммуникационные технологии. Эдуард распрацывал специальные датчики и программу, которые подлаживают простору под своего господара. Бытовой техникой и системами можно керовать дистанционно с допомогой смартфона. Автономно включать и выключать светло, отепление и воду. Навод технику разных вытворцев можно объединять в один комплекс. Разумный дом умеет распознавать конкретные ситуации в доме и реагировать на их. Безпречный плюс проекта – промахчимость усталевать систему не только в жилых будинках, но и в специализованных, например, в теплице. А дразнини проекта Эдуарда Туманского от аналога в его низком себе коште. Комплектующие дозволяют выбирать только те функции разумного дома, и ке саправды потребные. Тестируется сейчас голосовое управление на данный момент. Уже почти закончилось. На макете продемонстрировать еще не могу, только на реальном масштабе сделать в квартире. С точки зрения комиссии, то в принципе было очень даже интересно подискутировать с ними, поговорить на актуальные темы в данном проекте. И вот в принципе очень интересно. Они рассказывают какие-то наводки давай, как-то лучше сделать, как продвигать. То есть в принципе достаточно крамотный жюри было. Наша задача была найти те проекты, которые могли бы мы потом внедрить в реальный сектор экономики и которые могли бы принести не только доход молодому человеку, но и пользу обществу. А кроме того, два проекты от Гомельской области были означены специальными узнагородами жюри. Прис 7 паты экспертной комиссии конкурсу отримал ватка кристалличный 3D-принтер студентов техничного университета у Мясухого, а оригинальным техничным решением признанный ошейник для пошуку хатних живел от вучня машина будовничного колледжа. Гомельский военно-патриотичный клуб «Гонор» означал свое 15-ти годы. С этой нагоды в областном палаце творчества детей и молодых отбылся святочный концерт. 15 год тому клуб был створен при войсковой части 55-25 с метой военно-патриотичного выхования молодых и подрихтовки юнаков до армейского життя. Сегодня тут выховывается больше 20 подлетков во взросле от 13 до 18 годов. С первых дней он знакомится со службой, проходит агульно-физичную подрихтовку в дельничею в полевых выходах. Но самое складанное – это квалификационное выпробование на право ношение оливкового берета. Для хлопчика уедя учинок программа «Одинная». Та же самая программа, что и сдача на краповый берет, только адаптированная для детей. И при том, что они три дня сдают эти квалификационные испытания, командир части выписывает им удостоверение и вручает на торжественном построении части, вручает детям оливковые береты и знаки спецназа. Тут присутствуют четыре девочки, у которых оливковые береты. Двое из них сотрудники милиции. Одна поступила в БГУ на юридический и одна еще занимается. Самым значимым досягнением своей деятельности керавник клуба Юнус Рахмата уличить выпускников. Многие из них святое выросли связать дальнейший лес с военной службой. Первые выхованцы приехали на святкование уже в званиях майора и капитана. Из удячности вспоминают клуб. А кроме их с веншаваниями на юбилей пришли представники Абвы Конкама, командование части 55-25, ветераны внутренних войск, воины-интернационалисты и представники Белорусского союза молоди. Специальная мото-группа Держа от инспекции заступила на службу Гомельской в области. На рахунку управления 7 мотоциклов, оснащенных необходим обсталяванием. Подразделение створено на базе специального узвода Дорожно-патрульной службы для боротьбы с порушальниками правил дорожного руху на мототранспорте. По воде информации Держа от инспекции за 2017 год по вине мотоциклистов на дорогах в области отбылось 20 ДТЗ. У их вынику 2 человека загинули, 20 были травмированы. У 5 выпадках водители находились в нетверозом стане. Все лето подобных сдарений на территории региона поколь не зарегистровано. С наступления весенне-летнего периода на территории города Гомеля Гомельской области появляются водители мотоциклов, скутеров. В связи с этим начинает работать мотопатруль. По характеристикам 2-3 секунды до 100 км в час эти мотоциклы будут разгоняться и наши сотрудники будут пресекать правонарушения на территории города Гомеля а также на территории Гомельской области. Дарычу выехать на рейду в складе мотопатруля может любой супрационник батальона дорожно-патрульной службы по каждого из них есть категория А и право управлять мотоциклом. Премьерный показ детячого мюзикла новой пригоды Буратино прошел в Гомельском городском центре культуры. Больше 140 юных актеров рассказывали на сцене про правила безопасности жития деятельности с допомогой песен и танцев. Первыми глядачами мюзикла стали учени початковых классов городских школ. Перед премьерой они увидели выставу работ переможца у конкурсу выратовальники вачами детей. Зрабили сдымки на память у фотозоне и поудельничали у познавальных конкурсах. Потом разом с галонным героем спектакля дети отправились в казачную краину, где стали светками захопляльных падей. Подчас своих прыгод дравляный хлопчик познает, как правильно переходит проездную участку, отпочивать каля водоема и поводить себе с незнаемыми. Организаторы творчого проекта наставники в Учни середней школы номер 67 и Хомельский городский отдел по надзвучайных ситуациях. Это нетрадиционная форма работы с детьми. Сами дети уже увидели, своими глазами, что опасность этих может подстерегать в любом углу. И поэтому для нас это самое главное, что предупреждение гибели и травматизма детей. Самим детям это очень понравилось, эффектно, в рамках игровой формы оно более доступно и понятно. Постановку плануять представить и на других творческих плясовках города, а так само подрихтовать мюзиклы для учени старейших классов. Премьера новых республиканской акции «За безпеку разом». У Гомелі пройшов мастер-класс по рекламным дизайне для школьников и молодых с порушениями слыху. Это социальный проект, закликанный допомогать им вызначиться с профессией и будущим працевладкованием. Сустреча собрала около 20 удельников. Это наученцы специальной агульно-адугацейной школы номер 70 и выхованцы Центра инклюзивной культуры. У ходе мастер-класса они доведалися про сучасные тенденции в рекламном дизайне принципы створения рекламной продукции и работу рекламного дизайнера. Молодые люди смогли проверить и замоцовать отриманные веды на практице. До речи, тематику мастер-класса «Графичный дизайн» выбрали сами удельники с допомогой анкетования. А допомогли у реализации проекта «Компьютерная академия» и областная организация Белорусского союза Жанчин. Наша школа, которая учится дети с нарушением слуха, единственная в городе Гомеле. И совместно с Галиной Михайловной возникла такая идея, как же наши дети будут в дальнейшем устраиваться в жизни. Ведь школу обучения они проходят, а какие дальнейшие перспективы обучения, здесь возникает у нас вопрос. И самое главное для школы, что наши дети будут трудоустроены, что наши дети получат профессию, и родители будут рады, и педагоги, и наш труд не будет бесценен. Таким чином установы культуры, адукации, бизнесу и громадская организация объеднали свои намагания, как допомогать людям с обмежеванными макчимостями. Отриманные веды школьники смогут выкаристать, например, в конкурсе на левшее оформление класса. Занятки будут протягиваться и в дальнейшем. Тем часом Союз Жанчин рыхтует еще один проект для девчон с порушениями слыху курсы цирульницкого майстерства. У Палац Румянцева Хипаскевичу открылась выстава рослин у техницы бансай. Это уникальное японское мастерство вырошивание докладной копии древ у миниатюры. Тут разместились живые композиции из приватной коллекции вядомого в нашем регионе майстра хамельчанина Дмитрия Вихарова. Вырошиванием карликовых древ он займается больше 20 годов. Сегодня у его коллекции около 200 экспонатов. Японские клен, олива, ясень, хвой, розмарин и многие иншие рослины. Это древо мясового походжения, которое Дмитрий Вихаров выгадовал с насеннием. Уся справа у техницы вырошивания и особливым доглядом. Межтым черговый проект Дмитрия Вихарова не здарма носит назву «Каски сегуна такугавы» у интерьеры бансай. На этот раз редкое японское мастерство подается аутрам в тесном переплетении сказками у сходу. Так и он спробует протягнуть до своей творчей справы цикавость молоди. Молодежь должна сейчас принимать решение чем заниматься в этой жизни найти для себя какое-то место какую-то нишу. Занятие бансай как и фэншуй как и экибана это ниши которые у нас не развиты и в них есть возможность себя реализовать и я пытаюсь озагреть интерес у людей вызвать массу вопросов дать ответ и помочь чтобы тем кто хочет этим заняться было на что опереться. Это и так и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvarmil.by На этом выпуск завершен Всего доброго и до новых встреч в эфире.